Всем привет! Сегодня я хотел бы вас научить, а точнее показать один из способов, как инсталлировать сторонние темы оформления. Данный способ совместим с 70% дистрибутивов, так как в принципе XFSE, GNOME 2, GNOME 3, MATE, LXDE, там все с темами совместимо. Для KDE не особо это все подойдет, по той причине, что в данной оболочке уже есть присутствует утилита, где вы можете, как в магазине из списка, выбрать огромное количество тем, нажать инсталлировать, и все инсталлируется, и все, никаких проблем не будет. Тут же много всяких твиков, всего хватает, но я вам покажу способ, который в принципе действует, работает везде. Все довольно просто. Для начала мы запускаем терминал. Так, запускаем в терминале файловый менеджер под судом. То есть даем этому файловому менеджеру права для редактирования каких-то файлов или добавления файлов в корневой папке. Так, мы зашли. Не обращайте внимания, что это сама тема оформления у меня выглядит как-то так непонятно, потому что я сам баловался, прикалывался, можно так сказать. Заходим в корневую папку. Так, заходим в папку юзер, шир, и ищем папку темы. Она подписана у нас будет на английском, то есть на латинских буквах. Вот, зашли. Здесь у нас все темы содержатся. Далее открываем браузер. Так, это все мы закрываем. Нажимаем восстановить. Тут у нас, у меня уже подборка каких-то там тем. Точнее мы приходим на сайт «Гном и лук». Заходим на главную страничку. Выбираем темы GTK2. Мне именно они нужны. Если у вас гном 3 юнити или оболочки всяческие, там элементарий у вас от ДТП, вам, конечно, надо будет скачивать отсюда. Но мы будем качать темы для GTK2. Нажимаем. Видите, что их 3756 штук. То есть очень много. Будем это лето сейчас уничтожать. У нас скоро зима, так что не по теме у нас рабочий стол. Смотрим тему. Здесь их немерено просто. Так, есть какая-то черная тема. Оформление. Вот такая темная. Давайте попробуем. Открываем. Так, не хочу я со сторонних сайтов качать, поэтому уходим отсюда. Многие мудаки пытаются заработать, скачивают на всякие стрёмные файлообменники. Поэтому если увидите... Кошка задолбала бегать. Если вы увидите линк, то есть на другой совсем сайт, лучше этого не использовать. Потому что не то, что жалко, знаете, сделать кому-то возможность дать кому-то заработать. Если честно, так, то же самое здесь, заколебали. Тема прикольная. Тут и для опенбокса шапка окон. Там совсем в другом месте. Я сейчас покажу, где меняется. Шапка окон. Русь. Рашен орнамент. Тема снизу называется. О! Классическая тема оформления. Вот старая Убунта. Еще времен... Бунты, наверное, 4-10 какой-то. Только с шестой версии начала. Хрен с вами. Давайте перейдем, посмотрим. Ну, блин, довольно авторитетный сайт. Ладно. Давайте отсюда. А, это он просто скриншот скидывает. Да ядрен потом. Дайте мне уже нормальную тему оформления. Что вы мне всякое говно показываете. Где этот Рашен орнамент красный? Давайте его посмотрим. Ой, господи. Страхотти-то какое причем. Ну, ладно. Страхотти, потому что не то, что меня орнамент бесит, а то, что как-то тут все вырвоглазно. Ладно, давайте попробуем. Все-таки мы для примера это делаем. Так. Открываем сразу в археаторе. Файл роллер я не использую, по той причине, что данный архиватор вызывал падение. Точнее, зависание, так как я давным-давно должен был уже... Так, давайте куда-нибудь ее инсталлируем. Господи. Так. Распаковали мы в домашнюю папку. Поэтому запускаем. Мы видим здесь этот Рашен орнамент. Скидываем его на рабочий стол. Не сразу... Не сразу в эту папку, а на рабочий стол, а потом аккуратно перемещаем. Так, смотрим, где у нас тут Рашен орнамент. Он здесь присутствует. Видите его? Так, что мы делаем дальше? Стандартные. Не надо нам все там. Параметры, настройки внешнего вида. Так, ищем Рашен орнамент. Так, что-то тут я не вижу этого Рашен орнамента. Это не та, другая совсем тема. Так, меняем на дефолтную. Пробуем другую тему. Что-то, видимо, не срослось. А, блин, это там еще внутри куча всяких папок. Стой. Стоять. То есть, все будет нормально. Блин, невнимательно посмотрел. Так, берем целиком это все швыряем туда, да и все. Так, сюда. Опа. Сейчас все заработает. Так, опа. Мы видим, что тут появился Рашен орнамент. Применить. Так, чуть-чуть, конечно, страшноватенько все смотрится. Не очень, да. Поэтому мы сейчас скачаем еще что-нибудь другое. Другое. Файрфокс вот этим карикатурой исправится после перезагрузки. Артефакты. Ну, иногда так. Чудит. Я уже из-за верности к этому дистрибутиву просто тупо всегда закрываю на это все глаза. Потому что, сами понимаете, столько лет. Так, Макуэс Леопард. Ой, нет, что-то оно выглядит, все страхолюство какое-то. Давайте другую тему посмотрим. Не спешите убегать из видео. Досмотрите до конца. Потому что я покажу, как иконки менять. Так, Windows 3X. Это что такое? Прикольно посмотреть. Ого. Так, ну давайте скачаем, посмотрим. Я просто что-либо там слеплю. Не обязательно там все это будет. Какая-то такая стурбодизайнерская оболочка просто. Так, страйк ту. Так. Господи. С этим, блин. Давайте. Надеюсь, все, что нужно, распаковалось. Потому что предыдущий файл Roller Архиватор у меня дико баганул. Я позже Piazip сюда поставлю. Так. Видим, да, папка здесь это присутствует. Применять чайную на рабочий стол. Так. Дальше в эту папочку. Вот эти файлы можно отсюда снести, они не нужны. Да. Снова. Так. Это мы закрываем. Для того, чтобы список тем обновился. Поэтому мы снова заходим в настройки внешнего вида. Снова может прошу. Да, блин. Тут они под папки делают. Обычно все содержимое в одной папке. Нет. Им надо, блин, понаделывать. Так. Снова сюда перекидываем. Я не внимательно не проверяю я все, что надо. И мы видим тут. Вау, блин. Короче, зачет. Видите? У меня тут полное ретро. Полное ретро. Мы видим, что у меня теперь 3.11 винда. Получилось. Так. Какой еще вариант есть? Такой. С таким белым накреплением. Прикольно смотрится. Короче, полное ретро. Ладно, давайте ставим так. Или давайте что-нибудь еще посмотрим. Тут этих тем, я же говорю, 3000 тем. Такое огромное количество. Так, тема от Maya, macOS Classic. Мне она нереально нравится. Давайте перейдем. Ради этой темы я готов перейти даже на левый сайт. Мы видим, как какой-то мудак хочет на вас просто реально заработать. Да ладно. Пару центов этих сраных. Мне не жалко. Так, Struct. Доктор, все. Мы распаковали мы ее. Домашняя папка, Classic Platinum. Перемещаем сюда. Смотрим содержимое. Вроде все то, что надо. Так. Снова это закрываем. Заходим сюда. Параметры. Настройка внешнего вида. Надеюсь, все правильно. Тема подойдет. Да. Вуаля. И у нас что-то наподобие macOS 9 или 8. Видите, мы такие ползунки, как в старой macOS. Так, пусть так и будет. Пусть так и будет. Прикольно смотрится. Так, далее нам нужны иконки. В принципе, с темами мы разобрали. Вы поняли, как это делается. Там уже ваше дело, во что вам превращать вашу систему. Выбираем здесь. Так, тема иконок. Тут их 1173 штуки. Надо тоже что-то такое под ретро выбрать. Поэтому в самый конец, там, не знаю, на 9 или вообще 15 страницу какую-нибудь. Чтобы чисто какое-нибудь стареё такое сюда впаять. Сюда был от KDE 2, когда-нибудь какие-нибудь иконки подошли. Так, KDE 2. Давайте посмотрим. Ничего нет. Это был тут расширенный поиск. Ладно, давайте, что, первое попавшееся за ядрёнем. Видите, шесть иконки у нас от Windows 7 есть. Отче, всё, что хотите. О, что-то древняковое такое. Ну, такие. Под мокос я больше сказал бы, наверное, десяточку. Давайте попробуем их присобачить. Конечно, что-нибудь под ретро было бы прикольным. Дропбокс. Блин, не люблю я дропбокс. Хотя сам, у самого там есть, есть хранилище, но в последнее время вообще им не пользуюсь. После этого долбаного взлома и скорость скачивания здесь просто, капец какая, 400 килобитс секунды. Так, покажу, как менять. У меня меняются шапки окон примерно вот так. В принципе, можно и здесь, да, можно и здесь поменять. Но это в LXDE только так. Давайте подберём тоже что-нибудь такое. Подходящее по расцветке. Ну, типа такого. Хотя, есть ещё один сайтик, где мы можем накопать темы, подходящие для LXDE. Они же openbox-овские. Темы шапок окон. Ну, давай, скачивайся. Так, для того, чтобы мы могли сменить тему иконок, мы из папки темы уходим. Ищем папку икон. Где у нас расположены иконки. Хотя мне родная тема иконок очень сильно нравится. Она действительно классная. Которая именно в LUBUNTO. LXDE мне не очень нравилась. Господи, надевай тут, а. Сейчас найдём. Эта папка тема иконок выше. Можно просто... Чё я туплю иногда, да? Хотя, скажи, бывает, приятель. Все мы иногда тупим, иногда не тупим. Всё бывает. Открываем всё это дело в архиваторе. Снова в домашнюю папку всё-то распаковываем. Переходим в домашнюю папку. Перемещаем всё это дело вот сюда. Ну и... Тима значков. Здесь нужно... Ну, давайте перезапустим. Всё время нужно перезапускать, чтобы список того, что уже есть, и нового он обновился. И мы видим, что у нас появилась новая тема значков. А, не стоп, не то я нажал, куда я влез. Так, тема значков. Есть, она есть. Нажимаем. Видим, у нас появилась вот такая серенькая тема значков. Давайте запустим файловый менеджер. Блин, она больше чем-то на KDE похожа. В принципе, прикольно. Давайте ещё убьём немножко вашего времени. Так, посмотрим, что тут ещё есть. Хочу всё-таки что-нибудь древнее найти такое. Ретро. Вот, в принципе, ничего. Такая темка. Ну, нет, блин, это что-то более современное. Что-то только не найдёшь. Best of Mac. Надеюсь, может, что-нибудь... Нет, это мы старые макинтошные значки какие-то. Которые больше для... Ну, старые в плане это больше для... Для... В 10-ом окносе. Макояс. Мне нужны девятки. Или хотя бы что-нибудь такое похоже. Голову сломишь, пока найдёшь. О! Тема 95-й винды иконки. Тогда нам нужно... Короче, сейчас мы сейчас заделаем. Ща мы, короче, замутим ещё дикий класс. Я уже придумал. Мы будем... Мы будем делать 95-ю винду. Потому что GTK-тема в стиле старой. Винды тут она присутствует. Я вам покажу, где. Настройка внешнего вида. Вот эта тема. Так, это не она. Это мы значки не туда зашли. Так, называется она Redmond. Если да. Вот вам товарищи и старая винда. Но это не всё. Так. Распаковываем в архиваторе. Так. Выбрал я куда или нет. Домашнюю папку. Распаковали. И закрываем. Так, домашняя папка. Сюда. Блин, не то, что я делал. Так, вот. Перекопировали. Теперь сюда. Настройки внешнего вида. Закрываем. Караметры. Настройки внешнего вида. Тема значков. Ищем. Вот. Просто кайф. Смотрите, да. Просто. Смотрите, вау. 95-я винда. Можно ещё под Вайном какую-нибудь древнюю программку за эти ядрёнить. Ну, блин, вон, видите. Так. Теперь нам нужна рамка окон. Выбираем. BoxLog. Пишем. И мы пойдём охотиться за темой оформления. Ай, блин, не то нажал. Ладно. Ну, я, наверное, на этой теме буду долго сидеть. Тема реально зачёт. Так, OpenBox темы. Тут была как раз тема, конечно, ну не в стиле 95-й, но которая больше, конечно, под винду 2000-ю. Я про шапку окон. Сейчас я постараюсь её найти. Так, микро 95. В принципе, она тоже подойдёт, но нам нужно, чтобы она... Так, это не то. Потому что нам нужно, чтобы установить OBT-файлы. Остальные я просто-напросто сейчас не умею. Я не знаю, как их использовать. Ладно. Давайте ищем. Здесь было то, что мне нужно. Сейчас немножко поищем. Немножко убью вашего времени, уже потерпите. Тут тема тех немерено. 775 тем. Windows Classic. То или не то. Так, где этот файлик? Так, то, что надо. То, что надо. Так, сохраняем. Шапка окон – это только в OpenBox так. Или в XDE. Для того, чтобы изменить шапку окна, мы заходим в параметры менеджера настройок OpenBox. Установить. Установить новую тему. Загрузки. Выбираем. Видите, он сразу нашел Windows Classic. Вуаля. Вуаля. Там была получше тема, если честно. То есть, там были и получше тема оформления в таком стиле. Ну, как вы видите, чем вам не 95-ая винда. Вот вам, блин, и от Омеги есть. Чего тут только просто-напросто нет. Так, еще одна тема есть в стиле Windows 9X. Ой, блин, что-то она вообще никак. Тоже квадрат разделана, но она... Она меня очень, как говорится, возбуждает. Ну, что ж, в принципе, получили вот мы... Такую вот системку мы получили. А-ля 95-ая винда. Прикольно? Прикольно, я думаю. А, подождите. Чего я еще забыл? Надо еще обойну запилить. Так. Скажите, зрадник, блин. Винду установил, мудила. Дизлайков ему напихать. Без лайков. Мудаку это кому? Так. Короче, как-то так. Как-то так. Знаете, что я сделаю? Я все это возьму сейчас и скину, короче... На лор. И узнаю себе много чего нового. О, ведь у нас тут гимн показан как paint. Прикольно. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...